Продолжение следует... Такое-то создается впечатление, что народ борется со своим правительством, а правительство борется с народом и делает все, чтобы народ загнуть подальше, потуже завязали бы они пояски свои, то есть от голода и от безденежья, а сами триллионами, триллионами выводят из народного бюджета. Из бюджета страны, который якобы на налогах, налогоплательщиков, это значит народные деньги, да, который бюджет строится на всяких отчислениях, опять-таки, из народных денег. Мало того, пенсионный фонд второй раз ограбили, второй раз и молчок, страна молчит, никто не возмущается, якобы это никого не касается. Да как так? Как это можно ограбить пенсионный фонд и вывести деньги? И как только ограбили пенсионный фонд, через неделю поступило в Госдуму предложение разрешить выводить из страны по миллиону долларов в месяц, хотела сказать в день, возможно уже и в день, потому что только ведь начало, нужно запустить процесс, а дальше он уже пойдет так, как они задумали, то есть миллион долларов, где в месяц, там и в день, друзья. И это после того, как ограбили пенсионный фонд. Я понимаю, что там еще много, много факторов, это, скажем, убийство восьми менеджеров Газпрома, а деньги-то куда-то надо деть, ведь убить-то убили, а дальше что с этим менеджером? Он же отдал какие-то номера счетов, он отдал все за свою жизнь, за жизнь своих детей и родственников. Но, нет, друзья, уже коли попал под трамвай, то ни детей, ни родственников не оставят в живых. Как правило, так работают те, кто являются захватчиками, захватчиками капиталов, богатств. Мы не видим даже нормального правительства в своей стране, и мы не понимаем, что происходит в нашей стране. Пригожин со своей стороны, Кадыров вообще отдельно. И вообще там странная ситуация с Кадыровым в следующем ролике моем, слушайте, о том, что происходит с Кадыровым, какая такая болезнь. Новичок, что ли, на него свалился. Непонятно, да? Этот маленький мальчик, его 17 лет, вдруг в Кремле объявился. Зачем? Но это все в следующем ролике. А сейчас я вам хочу сказать, что в Кремле назвали вбросом публикации о диверсиях на Северных потоках. Сообщения в СМИ о группировке диверсантов, причастных к взрывам на газопроводах Северный поток, являются вбросом ради отвлечения внимания. Об этом в разговоре с РИАН Новости заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Но мы всем можем поверить. Всем. Вы знаете, натянув свои нервы на кулак, мы можем поверить всем. Но только не Дмитрию Пескову. Уж кто у нас такой лупоглазенький? Вот, знаете, есть такая черта, когда изучаешь лицо человека, посмотрите на его глаза. Если глаза вот здесь расставлены, очень далеко от носа, то это человек-лгун. Это заложено природой самой. А вы что думаете, в КГБ не изучают физиогномику? Еще как изучают. Именно поэтому такие люди попадают во власть. Я ничего не могу сказать о Пескове. Здесь уже вся страна, пусть говорит, что они думают о нем. Кто он такой? Как он появился в Кремле? Такой вот лупоглазенький смешливый парень. Очень даже симпатичный, с широко расставленными глазами, которые точно говорят о лживости характера. Ну, это, знаете, физиогномика. А уже как там на самом деле? Я не берусь утверждать. Я с ним никогда не разговаривала. Это мое личное мнение. Я предполагаю, что это так. Итак, друзья, представитель Кремля пожаловался, что Москву до сих пор не допускают к расследованию. Несколько дней назад российским властям вручили соответствующие ноты от Копенгагена и Стокгольма. Это все не просто странно. Это пахнет чудовищным преступлением. Как минимум, страны-акционеры потоков и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет, считает так Песков. А накануне 7 марта газета The New York Times сообщила о признаках причастности некой проукраинской группировки к атаке на Северный поток и Северный поток-2. Позже немецкая газета ZEIT сообщила, что следствие ФРГ установило судно, которое могло участвовать в диверсии. Яхту могла арендовать польская компания, принадлежавшая гражданину Украины. Гражданство подозреваемых пока не установили. Для аренды яхты использовались поддельные документы. Да, друзья, во всем мире то, что касается морского транспорта, используются поддельные документы. Это на суше. Вы не можете автомобиль так вот особенно на поддельные документы, хотя и это возможно. А что касается морских правил, якобы жестких, здесь уже, друзья, никаких правил. Здесь гуляют богатые люди. А богатым людям такие правила ни к чему. Северный поток взорвали или нет, были или нет, но не хочет Песков признавать это. Ну, не хочет он. Это не его дело признавать. Это нам кажется, что ему что скажут, он то и должен говорить. Но Песков, он ведь, друзья, вроде как и ласковый такой, и втирается в доверие. Но у него свое на уме. Вот Кадыров-то сейчас болен, а уж Пескова, как они задарили, как они его одаривали. Ну да, Кадыров себе место столбил, чтобы против него в Кремле ни-ни, ни гугу, ни ку-ку. А здесь вуаля. Об этом в следующем ролике. Я Таня Карацупа, Сеидбурхан. Кто же взрывает Северный поток? Что это такое? Украинцы ли? Или это диверсанты из России? Все может быть? Ведь Россия внутри себя дерется сейчас. Там такое происходит, что лучше не знать стране, а то иначе спать не будете, что сейчас происходит в силовом блоке всей России. Я Таня Карацупа, Сеидбурхан. Таня Карацупа Таня Карацупа Таня Карацупа Таня Карацупа Таня Карацупа